Всем привет, друзья! Это озвучка новой главы манги One Punch Man, в которой на поле битвы наконец-то появился Сейтама. Я решил озвучить эту главу и надеюсь, что вам понравится. Если так, то поставьте лайк под этим видео и подпишитесь на канал. Для этого спуститесь под видео и нажмите на эту красную кнопку, чтобы она стала серой. Это очень большая поддержка. Благодарю каждого из вас. Что ж, давайте начнем. С вами, как всегда, Аниманга. И мы начинаем. Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. One Punch Man, 154 глава. Уничтожить все до самого края земли. Кинг, почему вы не стреляете? О, он изменился. Да, но его тело уменьшилось. Какая невероятная аура. Что Кинг задумал? Если у него есть секретная техника, почему он ее не использует? Только не говорите мне, что Кинг ждал, когда монстр перейдет в свою сильнейшую форму, чтобы уничтожить его. Он понял, что это сильно вселит в страх других монстров и послужит сдерживающим фактором? В таком случае это крайне мудрое решение. Мастер Кинг развел руки. О, это возможно. Смогу ли я сделать это? Пошадят ли они меня, если я встану на колени перед ними? Он наконец-то собирается использовать эту технику? Ай, ультимативную волновую пушку адского пламени? Вперед! Уничтожи. Сделай это, Кинг! 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 Сделай его! Кинг! Сделай его! Кинг! 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 О, они все... Они все скандируют мое имя. Неужели все так хотят моей смерти? Кинг! Твоей группе поддержки следует быть потише. Я знаю, Кинг. Чего ты хочешь? Битвы один на один с моей непобедимой 54-триллионной формой. Что ж, используй свою ультимативную волновую пушку адского пламени. И я оторву тебе голову в ту же секунду. Нужно умолять о пощаде. Это все, что я могу сделать. Ты в очень херовой ситуации, старик. Неужели это Гарл тебе так навалял? Сначала я думал просто медленно начать тебя растворять. И наслаждаться этим. Плохо дело. Гарл, неужели ты сомневаешься, а? Но я понял, что не успокоюсь, пока хорошенько кому-нибудь не втащу. Следуй голосу своего сердца. Растворяющий пудар! Растворяющий пудар! Что за херня? Я очень сожалею, что притворялся сильным. Пожалуйста, не убивайте меня. Так я скажу. Ультимативная волна. Пускай очки не пламя. Повтор сцены на нормальной скорости. Ультимативная волновая пушка адского пламени. Кинг, он сделал это. О-о-о-о! Ой, жерлунок! Дырка! Старик. О, мы выбрались. Ничего себе! Видали, как Гарроу за сотые миллисекунд разделался со всеми? И казалось бы, с непобедимым Златышем он тоже разобрался на Изи. Что я могу сказать об этой главе? Честно говоря, мне давно не хватало всей этой комедии в последних главах. Было очень забавно наблюдать за Кингом. Боже, просто посмотрите, как ему повезло. После того, как он решил создаться, преклонившись перед монстрами, все подумали, что он собирается применить свою мега-технику. А он просто готовился к поклонению перед монстрами. И начал говорить первое, что пришло в голову. И как только он начал говорить это, произошел взрыв, и все монстры сдохли. И опять-таки все подумали, что это дело Рубкинка. Что я могу сказать об этом? Я с уверенностью скажу, что у Кинга есть суперспособность. И как мы все убедились, это невероятная удача. Примерно что-то подобное было и во второй части фильма Дэдпул. Там был один персонаж, которого звали Домино. И ее суперспособностью была удача. Вот так вот. В общем и целом, глава мне очень понравилась. И еще надеюсь, что моя озвучка вам тоже понравилась. Если это так, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Всем огромное спасибо. А с вами был Аниманго. Всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok